МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! На Ахтубинском канале время новостей. В студии Татьяна Фоминаева. Главные темы выпуска. Выдвижение завершилось. Списки кандидатов сформированы до начала выборов полтора месяца. Совет городских депутатов пополнит еще один народный избранник. В Батаевке выберут нового главу села. Стать авиационным инженером или экономистом. Выбор за молодыми людьми, которых ждут филиали «Взлет МАИ». Количество бюджетных мест увеличено. Новые экскурсии по родному городу, а также в Древнюю Грецию и в края, где живут стада бизонов. Все это для ахтубинцев и туристов благодаря новым проектам историко-краеведческого музея. Три дня в Ахтубинском районе ремонтные бригады круглые сутки устраняют аварии водопровода. Видеоотчеты о ходе работ на страницах в социальных сетях размещает заместитель главы ахтубинского района Илья Архипов. В минувшие выходные на водопроводной ветке от ахтубинской станции Джилга в направлении трех поселков Баскунчак произошло сразу несколько крупных аварий на 11, 18 и 23 километрах. Металлическим трубам уже более 35 лет. В летний период повышено употребление воды. Они не выдерживают напора и рвутся. Вот водопроводы, которые проложены у нас в Ахтубинском районе, станция наша очистки воды, построена в 1984 году. В 1984. В течение трех лет клались трубы по всему району. В течение трех лет. В 87-й год, например. А срок службы трубы стальной 20 лет. От 20 до 25. В зависимости от характеристик разных. Соответственно, срок службы трубы уже давно истек. Ту, которую клали в те годы. Где-то, конечно же, местами меняли, но там не больше 20% всей сети заменено. Соответственно, получается, что износ у нас очень-очень огромный. Дав давление. В летнее время давление нужно повышать, потому что расход воды увеличивается. С увеличением расхода воды, естественно, с увеличенным давлением, естественно, трубы начинают рваться. Вот эта вот труба с задвижкой на 11-м километре, которая. Вот они, эти дыры, эти отверстия. И сама нерабочая гнилая задвижка. Про огнившие участки заменяют новыми трубами. На помощь работникам предприятия «Универсал» пришли бригады сварщиков из городского ЖКХ и газовой службы. МЧС помогает техникой. По планам, вода по отремонтированному трубопроводу в поселке Баскунчак должна поступить сегодня ночью. Подвоз воды жителям был организован. И почти месяц молчат телефоны у нескольких сотен абонентов Ростелекома. В компании говорят, что не удалось восстановить связь в сроки, озвученные ранее, то есть к 18 июля. И обещают решить проблему на этой неделе, 29 июля. Скорректировать оплату услуги можно по телефону 8 800 232 0. Это для юридических лиц. Для физических лиц номер телефона 8 800 1800. Завершилось выдвижение кандидатов на предстоящие муниципальные выборы, которые состоятся 13 сентября. Напомню, что через полтора месяца жителям северной части Ахтубинска предстоит выбрать на повторных выборах депутата городского совета. Вакансия в новом депутатском корпусе возникла год назад в результате того, что кандидат Сергей Заблотский баллотировался и одержал победу одновременно на выборах депутата Ахтубинска и главы города. Сегодня в горсовет по северному многомандатному избирательному округу выдвинулось 5 человек. Это 43-летняя Надежда Щербакова, представитель ЛДПР, директор хозяйственно-технической службы управления культуры Ахтубинского района. Главный врач Ахтубинской районной больницы 34-летний Масхат Таласбаев выдвинут Ахтубинским отделением партии «Единая Россия». От партии «Справедливая Россия» в выборах участвует 39-летняя Анастасия Котова. Она работает главным бухгалтером общества с ограниченной ответственностью «Сеадет». И два самого движенца – 19-летний студент Владислав Ерин и председатель правления ТСЖ «Водолей» Михаил Шашков. Ему 31 год. На сегодняшний день пока из пяти кандидатов официальную регистрацию прошел только Владислав Ерин. Заседание избирательной комиссии по регистрации остальных кандидатов планируется провести в среду 29 июля. 13 сентября Ахтубинский район ждут еще одни выборы. Жители Батаевки на предстоящие пять лет выберут нового главу села. На эту должность претендуют три кандидата. Ныне действующий глава – 66-летний Андрей Франчук, выдвинутый партией КПРФ. 43-летняя Надежда Щербакова, представитель ЛДПР, директор хозяйственно-технической службы управления культуры Ахтубинского района. И пенсионер Айдос Мусаев. Ему 61 год. Выдвинут партией «Единая Россия». Все три кандидата находятся в статусе выдвинутых. На этой неделе им предстоит пройти процедуру регистрации. В Петропавловке стартовал очередной этап строительства газопровода. Это событие порадует жителей, проживающих по 20 улицам за речной части города. Там сегодня побывала наша съемочная группа. На улице Герцена праздник. И солнце светит как будто ярче. И даже ничего, что пыли много. Ведь это временно. А вот газопровод строят надолго. Экскаватор роет траншею. Главное, другие трубы не задеть, по которым вода идет. Внимательность со стороны рабочих максимально. Со стороны жителей домовладений тоже. Такая же картина на улице Паромной. Экскаватор пыхтит, старается. Жители интересуются проектом. Среди многочисленных черточек пытаются разглядеть трубы. Как их к дому подведут. Вот этот проволочек. Вот этот проволочек, когда сюда где-то. Вот 20 номер. Там не 20, там по-моему 25 у деда. А что вас беспокоит? Ничего не беспокоит. Меня беспокоит, как пройдет линия по мне газа. И все. Воздушка и вот будут копать. По частным дворам идет воздушка по стойкам. А когда вот так вот газопровод укладывается посередине улицы, здесь потом асфальтовое дорожное покрытие можно наносить? Конечно. Обратная засыпка траншеи производится с послойным уплотнением, с проливкой водой. Поэтому вполне как бы можно асфальт по улице постелить. Технические характеристики в принципе. Здесь газопроводы диаметром начиная от 225-го, заканчивая 32-е. 32-е это врезки к домам, как правило. А некоторые, если большие дома, то врезка 63-го диаметра. Они не подвержены коррозии, пластиковые трубы. В принципе, у них там срок службы достаточно большой, не то что у остальных газопроводов. Работы по прокладке газопровода в Петропавловке ведутся в рамках второго этапа. Совсем скоро голубое топливо будет доступно для жителей порядка 20 улиц. В их числе Заводская, Роза и Люксембург, Колхозная. В настоящий момент начаты монтажные работы по строительству газопровода в заречной части города по этапам газификации 1, 2 и 4. Территориальные участки проходят от автодорожного моста до ЖД-переезда и от переезда с левой стороны от реки Ахтуба. Общая протяженность газопровода у нас составляет 18,5 километров. Похвачено будет у нас 598 частных домовладений. Отмечаем, что в этом году победителем аукциона у нас является организация из Ростова-на-Дону, Общество с ограниченной ответственностью, строй, индустрия. С этим подрядчиком мы работаем впервые. Уверены, что работы будут выполнены надлежащим качеством в соответствии со всеми действующими техническими регламентами и соответствующие сроки. Сроки следующие. До конца февраля следующего года завершить все монтажные работы. К концу первого полугодия, 2021 года, уже плюсить газ в систему и предоставить администрации города, как заказчику работ, итоговый акт приемки газопровода всеми надзорными органами. Татьяна Фомина, Татьяна Дубинина, Анатолий Калинкин, Ахтубинск ТВ. Сегодня в социальных сетях Ахтубинска появилось видео, в котором местный предприниматель Александр Скиба выступил с одиночным пикетом у стен мэрии. От лица предпринимателей он обвиняет городскую исполнительную власть и депутата в том, что местному малому бизнесу вставляются палки в колеса. Мы обращались к депутатам горсовета, они дистанцируются, прячутся. Мы обращались к представителям совета города Трифилова. Он бюрократизирует процесс, дайте ту бумажку, дайте эту бумажку. Все тянут время, никто не хочет с нами разговаривать. В депутатском корпусе акцию считают провокацией и намерены детально разобраться в ситуации. Как депутат городского совета, как член депутатской комиссии, которая в конце ноября прошлого года перед принятием дифференцированных налоговых ставок на коммерческую недвижимость детально изучила вопрос, я хочу заявить. Александр Скиба вводит жителей города в заблуждение. Никто от него не бегает, ни одного обращения от него и других предпринимателей мне как депутату, члену бюджетной комиссии не поступало. По информации с аппарата совета, подобных официальных обращений не было и в совет. Иначе у нас бы появился повод во всем этом разобраться. Пока непонятно о повышении каких налогов в период пандемии вообще идет речь. Этого не было. Если все-таки говорить про коммерческую недвижимость перед принятием дифференцированных ставок на 102 объекта в ноябре прошлого года. Мы провели финансовый анализ по всем категориям имущества. Примеры были опубликованы в Ахтубинской правде. И чтобы было понятно, о каких суммах идет речь. Один из таких примеров помещение в ЦУМе площадью 744 квадратных метра кадастровой стоимостью 6 миллионов рублей. В 2017 году город в виде налога получил за него всего 6 тысяч рублей. Конечно, это копейки. После нашего решения за 2018 год на это имущество начисляется налог в 7600 рублей в месяц. Более того, мы с предпринимателями договорились, что поскольку в Астраханской области и в ноябре прошлого года, и сегодня работает законный механизм снижения кадастровой стоимости, а соответственно и налога, пусть они воспользуются этим правом, и мы на практике посмотрим реальную нагрузку на бизнес. И если она будет высокой, вернемся к теме. Кстати, эту информацию мы дали в этом же номере газеты. После вот этой провокации, конечно, мы вернемся к вопросу, но, например, выясним, кто из предпринимателей воспользовался своим законным правом снижения кадастровой стоимости объекта. Есть вопросы и лично к Александру Скибе, который, по нашим данным, очень активно участвует в имущественных аукционах и имеет немало недвижимости в Ахтубинске. И это, наверное, неплохо. Плохо, когда успешный человек в непростое для всех время ведет себя деструктивно по принципу «кому война, кому мать родна». Поэтому призываю, уважаемые Ахтубинцы, набраться всем нам мудрости и терпения. Я приглашаю предпринимателей, которые действительно ищут правды. Депутаты Совета всегда открыты. Сейчас ответственная пора у молодых людей, которые окончили школу и выбирают свой дальнейший жизненный путь. Если есть хорошие знания по физике и математике, а также если есть желание стать авиационным инженером или специалистом в области экономики, «Добро пожаловать в филиал «Взлет Московского авиационного института». Говорит руководство филиала, а именно директор Андрей Жадилев. Здравствуйте, Андрей Викторович. Что предлагает филиал «Взлет молодежи» сегодня? Какие специальности, какие возможности для поступления? Какой проходной балл? У нас на сегодняшний момент ведется прием на очную и вечернюю форму обучения по трем специальностям. Это испытание летательных аппаратов, специалитет. Это радиоэлектронные системы и комплексы, специалитет. И это еще один из уровней образования, называемый бакалавриат. Это менеджмент. Соответственно, по первым двум специальностям есть бюджетные места. В этом году мы их увеличили еще немножко. То есть, если в прошлом году было 20-15, то теперь по 20 мест для радистов и испытателей. Менеджмент, к сожалению, у нас до сих пор идет набор на только платную форму обучения. Тем не менее, стоимость вполне сопоставима с другими вузами. А сколько стоимости вы не составляете? Если мы говорим про вечер, то это составляет порядка 35 тысяч. Если мы говорим об дневном образовании, я имею в виду очное, то это порядка 60 тысяч. Это годовое обучение? Это годовое обучение. По среднему проходному баллу, как показывает анализ, у нас за последние три года, надо отметить это в плюс, вырос средний балл поступающих по ЕГЭ. Это связано, во-первых, с той политикой, которую мы проводим, по приглашению в свои ряды людей с достаточно хорошими знаниями по инженерным наукам, физикой и математикой. Мы прекрасно понимаем, что без этой базовой подготовки студент просто не сможет учиться, и он в конце концов может быть отчислен на первом или даже на втором курсе. Есть небольшая составляющая, связанная с тем, что, безусловно, средний балл ЕГЭ по стране в целом на полтора-два балла в год тоже подрастает. Тем не менее, за счет того, что, я уже сказал, мы расширили количество бюджетных мест до 40 на дневную форму обучения, по нашим сведениям, то количество абитуриентов, которые на текущий момент выходят из школ Ахтубинского района, с учетом высокобальников, которые, безусловно, ориентируются на какие-то сильные вузы, но это ребята, у которых сильно за 230 баллов, то, само собой, у них какие-то московские, питерские вузы и так далее. Если мы говорим про филиал взлет, по опыту даже последнего года, те ребята, у которых есть суммарный балл за три экзамена математика, физика, русский, должны набрать не меньше 155 баллов. То есть, вот это такая планка, которая позволяет нам говорить о том, что мы этого человека возьмем. То есть, он пройдет конкурс. На мой взгляд, по тем показателям, которые показывают, мы мониторили эту ситуацию, это достаточное количество ребят в Ахтубинских школах. Это незапредельный балл. Приемная комиссия уже работает? В этом году, ну, она вообще, работа в этом году специфическая во всех аспектах, не только с точки зрения обучения, но и приемной комиссии. На текущий момент приемной комиссии, если мы говорим в привычном режиме, что есть зал, аудитория, где сидят сотрудники, девушки, которые оформляют личные дела, документы, ее нет. Она, как и во всех других вузах, переведена в онлайн-режим. Соответственно, подача документов в филиал взлет на текущий момент осуществляется исключительно в онлайн-форме. На нашем сайте есть ссылка и видеоинструкция, где достаточно подробно, на мой взгляд, изложены все этапы процедуры заполнения личных данных. Ну, понятно, фамилия, имя, отчество, электронная почта, телефон контактный, паспортные данные. Лично сам пробовал заполнять эти документы, ну, 5-10 минут, и, в принципе, документы поданы. Все необходимые дополнительные документы, которые нужно доздать, ну, в частности, справка 086У, у здоровья, на технические специальности, у нас принимается еще дополнительный документ, справка о здоровье. Это требование стандарта. Соответственно, эти документы можно подгружать в течение всей вот этой компании, которая идет. Плюс отдельный документ, это уже идет согласие о зачислении. Ну, как, насколько там активно сейчас вот эта почта работает, или, как правильно сказать, куда принимаются заявления? На текущий момент у нас вообще поступление в ВУЗы идет многостадийно. На текущий момент, за счет того, что приемная компания сдвинулась в этом году существенно почти на месяц, если, например, вот сегодня мы должны были уже заканчивать прием документов, то сегодня идет прием документов и идет, прежде всего, сдача внутренних вступительных испытаний для тех лиц, которые не сдавали ЕГЭ. То есть поступление в любой ВУЗ возможно по двум ключевым вариациям. Первое – это по результатам ЕГЭ, то есть люди, школьники, прежде всего, которые заканчивают школу, за последние пять лет могут эти данные представить, точнее, сейчас они уже не представляют, они дают паспортные данные, и все ВУЗы проверяют по базе данных результаты ЕГЭ. Соответственно, вторая группа людей – это те люди, которые имеют либо среднепрофессиональное образование, колледж, техникум закончили. Некоторые спрашивают, после девятого класса можно поступать? Нет, только после одиннадцатого. И здесь же, по такой же схеме, это те люди, у которых уже есть высшее образование. Соответственно, у нас проходят внутренние вступительные испытания, проводятся они, опять же, в дистанционном формате, в виде тестов, то есть ребята, сидя дома, опять же, зарегистрироваясь на нашей платформе, решают задачки, обычно дается 10 задачек, и точно так же, как у ребят, сдающих ЕГЭ, есть варианты ответов. Соответственно, они выбирают. На текущий момент до 3 августа будет ключевой барьер, дата, по приему документов от тех, которые хотят поступить как раз вот по внутреннему вступительному экзамену. Здесь хочу обратить внимание, что поступать данные лица могут не только на вечер, вот традиционно, то есть те, у кого есть высшее образование или закончили колледж, они считают, мы на бюджет не можем. Нет. Форм поступления две. По ЕГЭ и по внутренним вступительным экзаменам. Соответственно, куда поступать человек на очную форму, заочную или очно-заочную, это уже не принципиально. Насчет открытого дня дверей, наверное, тоже говорить сегодня не приходится, да, поскольку вряд ли возможно сегодня традиционный такой день открытых дверей привести. Вы знаете, что и удивительно, но не соглашусь с вами. В том плане, что мы, Московский авиационный институт, головной в частности, мы максимально постарались в этом году представить всю необходимую информацию. Прежде всего, преуспел здесь, понятно, что головной вуз, где по каждой специальности в социальных сетях на сайте выкладываются видеоролики, посвященные каждой специальности по отдельности, где вот точно так же в студию собираются ведущие преподаватели, либо инженеры, работающие в этой области, для того, чтобы ответить на вопросы. Московский авиационный институт за последние четыре месяца в онлайн-режиме, в виде соцсетей, видеороликов и так далее, провел очень активную информационную политику в этой части. И, на мой взгляд, информации по поводу выбора специальности не должно здесь существовать. Андрей Викторович, Вы знаете о судьбе Ваших, ну, скажем так, вчерашних выпускников. Как складывается их трудоустройство? Те выпускники, которые у нас выходят, трудоустроены, я считаю, процентов на 90. Почему я могу об этом судить? С одной стороны, к сожалению, нужно понимать, у нас выпускники делятся сейчас на две части. Это целевики. Целевой набор у нас был осуществлен за последние пять лет по двум направлениям. Это промышленность, ОКБ Сухова, ГосНИАС, ЦНИП имени Тихомирова. Это промышленность. И Министерство обороны. Это так называемый учебный военный центр. Соответственно, на текущий момент, вот за последние полтора-два года, ко мне регулярно обращаются руководители предприятий, в том числе непрофильных, не буду называть. Они не связаны напрямую с авиацией. Тем не менее, идет целенаправленный заказ. Дайте, пожалуйста, нам умненьких, думающих, которые могут взять на себя какую-то инженерную составляющую. Ведь тот же самый специалист в радиоэлектронных системах комплексов может работать не только в авиации. И что получается? У нас на текущий момент пятый-шестой курс наполовину укомплектованной теми ребятами, которые уже определены, куда они будут направлены после окончания нашего вуза. Поэтому иногда возникает вопрос, это довольно-таки такая серьезная тема по увеличению количества наших выпускников, потому что востребованность на грамотных специалистов есть. Но вот за счет того, что наборы в пятнадцатом-четырнадцатом году были маленькие, примерно в полтора-два раза меньше, чем сейчас. Соответственно, вот у нас был на текущий момент, вот мы как раз дошли до пятого-шестого курса, что выпуски иногда составляют там по пять-семь человек. Это мало. Это мало. Надеемся, что с этого года ситуация будет исправляться. Ну что ж, замечательно, что вы знаете судьбу своих выпускников уже практически на последних курсах. Известно, что они будут уже трудоустроены, причем хорошей компанией. Спасибо, Андрей Викторович, что были сегодня в студии у нас. Спасибо, Татьяна Алексеевна. Спасибо за информацию. И мы продолжаем нашу программу. И снова больше единицы. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в регионе за минувшие сутки составил 1,03. Министерство здравоохранения сообщает о 36 новых подтвержденных случаях заболевания. Смертность в регионе выросла до 44 случаев. В инфекционных госпиталях для больных с COVID-19 находится 645 человек. В Ахтубинской районной больнице таких пациентов 40. Вот уже несколько месяцев COVID-19 держит всех в своих ежовых рукавицах. Многие учреждения работают в дистанционном режиме. При этом сотрудники учреждений культуры, сложа руки, не сидят. Придумывают что-то новое и необычное. Специалисты историко-краеведческого музея готовят увлекательные проекты, участниками которых совсем скоро смогут стать ахтубинцы, а также гости города и района. Анна Фадина узнала обо всем первой и сейчас поделится с нами в сюжете. Что общего между кошкой и якорем? И что будет, если попросить ребенка нарисовать якорь? Все это и многое другое интересное в экскурсии от Кровеческого музея. Всеобщей затишье стало для сотрудников музея источником вдохновения. На месте они не сидели и теперь просто фонтанируют идеями, среди которых есть и проекты совершенно новых экскурсий с необычными формами проведения. Мы соскучились по посетителям, по деткам, по их сияющим глазам, улыбкам. Разработали мы несколько новых экскурсий. И вот об одной из них я хочу рассказать поподробнее. Экскурсия необычная мы назвали путешествие в Древнюю Грецию. Ну и как бы сразу первый вопрос, где Греция, где Ахтупинск? На самом деле очень много можно провести параллелей. Как известно, дети любят окунуться в сказку, фантазировать, путешествовать. И как раз эта экскурсия разработана с учетом фантазии детей, с учетом возрастных особенностей ребят. То есть через какие-то приключения, через какие-то игры мы в этой экскурсии рассмотрим наш дом офицеров знаменитый как памятник архитектуры. Рассмотрим в среде зданий этого стиля. Пройдемся по мифам Древней Греции. Такой секрет открою вам. Еще одна точка на маршруте нашей экскурсии – это якорь. С этим объектом связано множество легенд в нашем городе. В Краевическом музее есть некоторые исследования наших краеведов. Мы, во-первых, рассмотрим, что это за якорь. Есть несколько видов якорей. Есть среди идей и эксклюзив. Такие, как при открытии тайн закрытых дверей. И не только. Мы хотим поддержать омских инициаторов, которые запустили такую интересную акцию – всероссийский экскурсионный флешмоб. В чем заключается идея этого экскурсионного флешмоба? Одновременно на нескольких площадках в городе проходят экскурсии. Проводят их не обязательно экскурсоводы, а может быть какие-то известные личности этого города. И вот в планах у нас попросить Соломена Александра Анатольевича провести экскурсию, эксклюзивную экскурсию. То есть все желающие могут записаться на нее, провести экскурсию по залам Дома офицеров, по тем кабинетам, в которые мы не заходим обычно, то есть там закрыто. Слушать экскурсовода можно бесконечно. Слова переносят тебя то в Древний Рим, то на гору Багдо, то в далекие времена, когда по нашей земле гуляли бизоны. Потом, потом, что делать, что делать? Что будут делать ребята, когда обратиться к ним с этим вопросом? Во-первых, сразу включается фантазия. Во-вторых, сразу какая-то жизнь вокруг происходит. Ребята сразу могут представить, что же происходит, когда вода подходит, то есть может быть у кого-то какие-то ассоциации возник. То есть ребята будут включаться в эту игру, и дальше мы отправляемся в путешествие на гору Багдо. Формат экскурсии необычный. Все построено таким образом, чтобы интересно и понятно было всем, даже малышам. В экскурсию включены подвижные игры, опыты и многих других необычных вещей для усиления восприятия, чтобы каждый посетитель мог максимально близко прикоснуться к древности, вписанной в историю нашего края. Есть у нас кости древних животных. Конечно, мы можем сказать о том, что да, у нас есть кости древних животных. Настоящие. То есть все вот эти кости, экспонаты, они, конечно, очень ценные, они натуральные. Все это, естественно, у нас все закрыто для сохранности, ну, это понятно. На этой экскурсии я ребятам поближе покажу окаменелости, ракушки, которые лежали на дне моря. Я включила в экскурсию и подвижные игры, которые связаны с тематикой этой экскурсии. То есть мы будем и ходить как мамонты, и бегать, и стрелять в цель, попадать как древний человек. То есть все это будет очень интересно. Также в рамках этой экскурсии мы не просто расскажем о добыче соли на озере Баскунчак, но и проведем с ребятами опыты с солью. Ну, я думаю, будет все очень интересно. Анна Фадина, Владимир Татаринов, Юлия Баховская, Ахтубинск ТВ. Сейчас отправимся на остров Петриков. Хлопот у дачников полно, сбор урожая, переработка, дела обычные. Однако есть проблема, которая мешает радоваться жизни некоторым дачникам, особенно тем, кто за рулем. Владислав Лихварь спешит на помощь. На календаре 27 июля. Лето Астраханского осталось один месяц. Он всегда у нас самый яркий, значимый и богатый. Потому и едут на август к нам в этом всюду. Отведать настоящих арбузов, искупаться в теплой пресной воде на реках и озерах региона. И, конечно, отдохнуть на даче. А сезон удался. Дачники не успевают собирать урожай. Клубника, земляника с ранней весны на грядках. Смородина, вишня, черешня. Все было, все есть. Улицы садовых кооперативов утопают в цветах, а ветви абрикоса не умещаются в границах садово-городных участков. Прямо на дорогах слоями в некоторых местах лежат ароматные плоды. Дача есть дача. Это не покупать с рынка. Это раз. А во-вторых, у меня внук родился. И внуку уже год будет 5 августа. Вот. И я считаю, что надо приучать молодежь именно к хозяйству. Ну, я считаю, что свое, во-первых, вкуснее. Во-вторых, ты знаешь, как ты выращивал. Где брал семена или свои семена собираешь. Что ты сажаешь, как ты ухаживаешь. Чем ты удобряешь или не удобряешь. Чем обрабатываешь, не обрабатываешь. Что можно съесть немытое, что надо мыть. Дело к вечеру. Дачники спешат на переправу. По возможности. Кто помоложе, уже переправились. А пожилые понимают, что время отправления парома и лодок завершается. Но не могут уйти с любимой дачи. И выполнив все, что надо. К оперативе «Солнечный» спешат к переправе и супруги Маргашовой. Неплохо было бы на машине прямо подъехать. Естественно. В лодку пожилому лезть и больному очень трудно. На пароме. Но это мизер по сравнению с тем, что если бы был мост. Мост, естественно, можно эксплуатировать в любое время дня и ночи. Не так, как солнышко садится. Бегом-бегом лодка крайне уйдет. А мы бы не спешили. Даже в потемках пришли бы и переехали бы. А вода в реке за прошедшую неделю еще сильнее упала. И переправиться на пароме стало не очень просто. У меня дача на острове Петриков. На прошлой неделе в четверг я нормально переправился. Ну, как сказать, не совсем, но можно было. А потом, когда упала вода, то уже на паром не съехать, не заехать. Люди там заезжали. Кто рискнул, поломали передние, задние бамперы. Это то, что я видел. Форд так заезжал. Кто глушитель оторвал. Ну, в общем, понимаете, какая ситуация. Нам же должны как-то помочь. Хотя бы подсыпку сделать, чтобы можно было заезжать и съезжать. Ну, и когда-то нам и мост обещали. Может быть, когда-то это будет. Но все-таки же обещали. На дачном острове, где расположены 12 садово-огородных кооперативов, кроме паромной переправы, особых проблем больше нет. Владислав Лихварь, Евгений Костяков, Ахтубинск ТВ И это все новости на сегодня. Хорошей рабочей недели. И до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова